здравствуйте очень сомневался я вчера сомневался думал тут весь вечер частично ночью да да вот сегодня еще полдня кумекал практически пришли повод не пришли вот почему я так задумывался потому что это дорого это хлопотно но не мог я как-то оставить тут эту кромочку которую видно с торца поэтому я ее зафигачил тут уже были такие тонкие кромки а вот тут я ее зафигачил совсем прям занулил как говорится вот в эту клинка заново все переделал по лезвию вот этого тоже три клиночка всего с чистым опушком то есть без насечек только что ой ёптель ухты легким таким прижатием ноготь отпечатывается где же показать чтобы видно под него близки ничего не видно через монитор подруга без монитора видно сейчас попробую это поймать этот момент нет наверное не будет поймать даже что видео не передает и вот с резным тоже при фигачил вообще вот уже он уже царапается то есть там уже легкий какой-то такой перец гусеничек я боюсь как бы я его этим не ухлопал конечно честное слово ну ладно посмотрим выйдет не выйдет вот кашни уже должны напрягает он прям тонюхненький совсем ладно ну что это в принципе сейчас смотрю может уже поправлю попробую может нет атака я начну все таки уже подготавливается к сборке поправы все пока на этом пока все вот я произвел первоначальную заточку грубенькую на трех тысячах один на тысяч на правда еще какой-то из них не помню уже неважно главное что заусенец уже поймал и можно уже быть уверенным какая будет за . такой ширины и то есть насколько прямая я надеюсь что вот это мое видео которое показываю сейчас это не скучно и не знаю не скучно наверное смотреть но если кому не нравится то ну просто не смотрите не знаю я просто показываю то что делаю я понимаю что это наверное не айс как весело сейчас и про то ночью сырой оказывается на принокт потер вот такая вот за . идет вот у этого клинка у этого как вы определить ну классическая . так видите клин еще раз повторюсь у нового я совершенно нового клина не тот что там кому-то которым два века три века там у него вот здесь должно всегда чуть-чуть уже быть запаздывать должна за . чем на всем остальной длине этого клина у которого хорош правильно геометрии но этот клин будет потом снова выходить сюда и саном за . будет тут но изначально пока он новый она будет установлен до сюда очень скрупноват его не видно на видео так 2 нам еще будет небольшая новость потом скажу ну что ж такое видите какая сейчас про то еще вот давай резкость об сразу там здесь практически по всей длине это большая редкость вот у этого клинка а он отличается других тем что у него чистый бушок без насечек это редкость конечно удивил заново здесь вот здесь вот за уже не вот все равно есть клин свою функционал выдерживает дальше смотрим этот резной уже ни с чем не спутать вот у него чисто клиновой такой вот прям этот подход как говорится вот здесь вот уже не идет заточки по-любому прямо которая перешли фавал сейчас я так вот я помашу то они запарены его вот видите да вот она идет 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 тут уже практически нет тут чуть-чуть цепанулась тут она тоже цепанется и в итоге потому за . будет сюда переходить постепенно то отсюда ширина увеличиваться не будет пришли на такая же останется вот дальше что мы смотрим надеюсь считает никто не назовет тошниловка это видео для меня это важно не знаю муж кому тоже важно вот здесь видите тоже до пяточки дошло это вообще редкость редкость прям полный сейчас испарина убили вот здесь он чуть-чуть она сама идет уже не то есть вот это тоже хорошо это правильно это клин вот это у этой как у колоска такая отличительные особенности чтобы было понятно что на чем и вот с такой вот насечкой промежуточной вот такая вот за . тоже видите до пятки дошло но сама там чуть тоньше самой вот здесь особенно заметно вот я просто так я какой-то здесь особо не прижимал смысле не то что не прижимал усилием а не прилагал вот не прикладывал основном этим местом старался это сделать при заточке конечно добавлено здесь она больше появится но все правильно пришли в овал я уже говорил три клиночка на более тонкий подвод вот смотрю очень много любителей этих тонких подводов что ж есть любители говорится будет предложением ну вот в принципе я все показал теперь клинки его полностью подготовлены под то чтобы сейчас придумать из чего сделать оправы и вы начать их в принципе заготавливать на совсем забыл я же вам обещал сказать новость то есть у меня на сайте сейчас ведутся работы там правка всяких тут нюансов разных и поэтому если эти бритвки сделаю в ближайшее время то они не будут вывешены на сайт еще может неделю примерно так я сам точно не знаю вот а так принципе все там в рабочем режиме то есть корзина работает все здорово все хорошо но ничего нового добавлять туда пока нельзя что у нас сейчас производится этот две оправы будет из черного рога и три оправы из белой кости как это выглядит сейчас я покажу через монитор всегда плохо ориентируюсь поэтому давайте я буду смотреть не монитор а то я сейчас тут на королеву ой выпало папа сейчас поправимся нет лучше перезарядить сейчас фиксирую как она будет вот так она будет выглядеть одинаково что форма обрав то есть конструктив один в один будет как у всех поэтому пока все я наверное силов не хватит сейчас чтобы их сейчас обработать эти оправы и придать ему уже такой цивильный вид вряд ли даже да мне что-то уже прям не до работы сейчас вот завтра у меня тут загрузка разгрузка металла вот буду ковать пластины продавать чтобы на чем-то маленьк тут это поддержаться финансово бритовки принципе вот в таком вот сейчас положение готовые клинки тут фасочки еще сделал не показывал отверстиях то есть фаски уголки убираем и это что еще вот такие заготовки оправки вот все будет полированный блестит туда-сюда все дела как говорится ну вот теперь у меня точно все сегодня точно сегодня больше ничего не покажу и пожалуй на этом до свидания добра всем